Привет, друзья мои! Хотите сырного пирога? Сейчас я вас научу, как его готовить. С вами Вальдемарни Фудблогер. Сыр, яйца, молоко, специи, ну и так, по мелочи еще всякого. То, что пойдет в пирог. Итак, давайте начинать с яиц. Разбиваем три яйца. Добавляем сюда стакан молока. Сегодня я решил сделать пирог чуть-чуть с ароматом, поэтому молоко у меня топленое. Хорошенько все это перемешиваем. Взбивать, собственно, не обязательно. Теперь добавляем сюда три столовые ложки муки. Ну так, с небольшим верхом. Перемешиваем. Сырный пирог обязательно должен быть не просто сыром, он должен чем-то пахнуть, должны быть какие-то ароматы, ну, что-нибудь кроме сыра. Поэтому добавляем сюда, конечно же, специи. Итак, немножко черного перца, чтобы пирог был остреньким. Паприки. Я думаю, что такую вот чайную ложку с небольшим верхом вполне будет достаточно. Тогда пирог будет и ароматным, и красивым. Сюда еще нужно будет добавить разрыхлитель для теста, но его я добавлю уже прямо перед тем, как добавлять сюда сыр, чтобы у меня не вся масса сразу пошла пузырьками. Так, готово. Теперь натираем сыр. Сыр здесь кусок почти 400 граммов, и вот такая вот форма. Я думаю, что сейчас мы с этим управимся. Итак, натираем сыр на крупную утюрку. Чудесно. Теперь в нашу массу, так, хорошо, чтобы оно прямо перемешалось, добавляем чайную ложку разрыхлителя теста. Ну, чуть-чуть больше. Перемешиваем. И добавляем сюда натертый сыр. Перемешиваем. Если вы заметили, я наш пирог не солю. Почему? Все просто. Сыр содержит достаточно большое количество соли. Поэтому, если я добавлю сюда еще соль, то получится не слишком вкусно. Не, вкусно-то будет, но вот солоновато может точно оказаться. Поэтому соли из сыра вполне достаточно. Вообще, рецепт достаточной степени зимний. Почему? Потому что в холодную погоду, зимой, так, маслом смазываем форму немножко на дно. В холодную погоду, в мороз, человеческий организм очень активно теряет воду. А тугоплавкие жиры, в первую очередь, которые содержатся в сыре, сало, сливочное масло. Если вы не вегетарианец, не веган, то это продукты, которые нужно обязательно добавлять в рацион. Для того, чтобы поддерживать оптимальный состав жирности и влажности кожи. Мы действительно тогда меньше теряем влагу. А терять влагу нам совсем не нужно. Не к лицу, что называется. Разравниваем сверху нашу сырную массу. И вот эту красоту отправляем в духовку, которая предварительно разогрета до 200 градусов. Выпекается до готовности. Сколько время, я вам скажу, когда достану. Засекаем. Друзья, наш пирог выпекался в духовке полчаса и обзавелся вот такой вот совершенно роскошной, аппетитной коричневой корочкой. Кстати, очень фактурно выглядит, если так приглядеться, очень красиво. Пару слов по поводу выпекания и консистенции самого пирога. Пирог достаточно плотный, но при этом в процессе выпекания он поднимается. То есть, он так поднялся достаточно хорошо, практически шапкой. После того, как его достаем из духовки, он остывает, он, естественно, падает вниз. Почему? Потому что это не дрожжевое тесто, которое, да, пропекается и держит пузырьки, держит форму. Здесь серединка достаточно тяжелая. Он поднимается, в первую очередь, за счет воздуха, который дает нам разрыхлитель теста. И потом, естественно, оседает вниз. Сейчас попробуем его аккуратненько достать. И пробуем. Так, вот я вижу, что он уже отстает от формы. Опаньки! Сейчас мы его выложим на сырную досочку. И покажем вам вот так. Симпатично. Самое время его разрезать. Сыр, естественно, в серединке тянется, плавится. Но, по крайней мере, я точно вижу, что пирог не остался у нас сырым. Нужно попробовать кусочек. Как же без этого? Возьму кусочек, как раз вот из серединки. Вкусно, друзья мои. Яркий, хороший. Насыщенный сырный вкус. Хрустящая корочка. Мягкая серединка. Не жидкая. Хотя могла быть достаточно жидкой. Все зависит от того, какой сыр вы используете. Ну и вкус конечной пирога, естественно, зависит в первую очередь. Если вы используете самый-самый дешевый какой-нибудь цичужный сыр, вкус будет один. Чем дороже и более выдержанный сыр, тем выше, красивее и ароматнее будет наш пирог. А так, очень даже неплохо пропекся. Я бы сказал, прекрасное блюдо, которое можно подать в качестве закусок к, например, красному вину. Один из вариантов. Этот пирог не чайный вариант, не кофейный. Как самостоятельное блюдо я его рассматривать не стал тоже. Например, для обеда, но в качестве закуски именно для слабоалкогольных напитков типа вина, я думаю, что должно получиться прекрасно. Ну что ж, друзья, вот такой достаточно несложный рецепт. Итак, полчаса в духовке, 10-15 минут на остывание. Разрезаем, подаем, кушаем. А я вам желаю приятного аппетита. И не забудьте подписаться на наш канал. Пока, друзья.